Для открытия выставки просим взять слово высокопресвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, патриаршего Эдзарха, всея белоруссия. Ваше Пресвященство, дорогой Владимир Конкурин, Ваше Преподобие, Отец Вектор, уважаемые отцы, братья и сестры, собравшиеся на открытие выставки, это познаменательный по тем датам, которые исполнились в этом году в отношении дорогого всеми любимого, почетно патриаршего Эдзарха для священника митрополита Филареты. И вчера, в день его ангела небесного покровителя, мессенотом Белорусской Православной Церкви, а также от лица всего блочестивого людок, Ира, Мирян, Монавши, в Туще Белой Руси поздравили Владыку с его имененным днем. Своё приветственное слово и поздравление, теплые слова направил также и святейший патриарх Московский сяк Руси Кирилл. Действительно, роль служения для Белой Руси Владыки Эдзарха почетно сложно переоценить, где бы каких бы сторон церковной жизни сейчас, на нынешнем этапе мы бы не касались, везде можно услышать такие слова. Это сделано по благословению Владыки Митрополита Филарета. Здесь он стоял у истоков. В этом он помогал. А эти вопросы он совместно обсуждал и поздними вечерами, и после многих трудов дневных продолжал работу для того, чтобы состоялось то, о чём сейчас было озвучено. Белорусская церковь приобрела силу в своём служении, и сейчас задача стоит в том, чтобы продолжать всё доброе, то, что заложил Владыка Митрополит Филарет. Причём вот это наименование выставки, оно призывает и нас, каждого из участников выставки, и каждого человека в церкви, к тому, чтобы следовать этому примеру и милующим сердцем совершать своё доброе служение каждому на своём месте. И особое слово благодарности хочется сказать устроителям выставки и Петре Николаю Коржичу, которые долгие годы в качестве секретаря и профессионального управления сопровождал Владыку Митрополита Филарет во всех его трудах и работах Владыки. Антоний, который является личным секретарём Владыки и отцу ректору, всем, кто потрудился, чтобы организовать сегодняшний момент, который усиливает торжество вчерашнего дня, и в то же время закладывает перспективу на то, что всё доброе и полезное нужно для церкви, что открылось нам в служении родов Владыки Митрополита Филарета, чтобы оно было запечатлено и служило таким добрым ориентиром для подрастающих поколений, нынешних студентов духовной академии и духовного училища, которое здесь занимается, а также всех мирян, которые будут посещать эту выставку. Выставка, которая охватывает и включает в себя фото-выставку и выставку трудов Владыки Митрополита Филарета. Порой фотографии говорят больше слов, настолько выразительно порой. Сочувственный бывает взор запечатлён Владыки Митрополита Филарета. Настолько видно проникновение его проблем, переживания, глубина молитвы, чувство, которое порой выражается его глубоким словом, а порой просто улыбкой, молчанием, таким сопредоточенным взором. В то же время мы имеем возможность соприкоснуться, познакомиться с основным перечнем трудов и зданий, посвящённых богословской мысли воскопресвященнейшего митрополита Филарета. И практически каждая строка, она побуждает сосредоточиться, уделяться глубинной мысли и побуждает к тому, чтобы более внимательно и требовательно идти по жизни. Пусть же открывающаяся выстыка поможет нам в этом. И мы все будем, как чадо дорогого Владыки Митрополита Филарета, следовать его путём и удержать его добрыми плодами, которые будут на этом пути. Спасибо, Господи.